Снижение вреда Что для тебя означает насилие со стороны полиции? Это даже может быть хуже прямого физического насилия. Это когда тебя могут остановить посреди улицы, тут же тебя буквально раздеть, вытряхнуть все, что у тебя, допустим, в сумке, в карманах. Там повезти тебя в отделение, привезти женщину, которая разденет тебя до гола, заставит тебя голую приседать. Это хуже любого издевательства. Они унижают меня, что вот ты, говорит, наркоманка, как ты на улице ходишь, как тебе нести, мы все так, тебе, говорит, поймаем. У нас политика с наркоманами, ну, даже с бывшими наркоманами, что вот ты била, все, здесь у нас все кончено, ни работа, ничего. В обществе сложилось такое впечатление, особенно у милиционеров, что если я наркозависимая, и еще если я и девушка, то значит я должна быть доступна, и надо мной можно как бы всякие всевозможные вещи совершать. Обыскивали мужчины, милиционеры, хотя это должны были делать девушки, ну, девушки-милиционеры. Я уверена, что если бы я была бы мужчиной, наркопотребителем, то все бы было иначе. Ну, так как я женщина, мне, конечно, сложнее именно из-за того, что я женщина. В странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии полицейское насилие над женщинами, употребляющих наркотики, по-прежнему остается широко распространенным явлением. Эта проблема часто скрыта от глаз общества. Женщины, употребляющие наркотики, оказываются беспомощны и беззащитны в руках полиции, которая продолжает оказывать на них давление и подвергать унижению. Задача первого года кампании «Женщин против насилия» — прервать молчание. Мы планируем повысить уровень осведомленности представителей правоохранительных органов и лиц, принимающих решения о случаях полицейского насилия над женщинами, употребляющими наркотики. Это будет достигнуто посредством мобилизации сообществ женщин, употребляющих наркотики, и оказания им поддержки в документировании случаев полицейского насилия. Второй год кампании — это год диалога. Наша основная задача будет заключаться в построении диалога между женщинами, употребляющими наркотики, лицами, принимающими решения, и другими представителями властных структур. Этот диалог будет направлен на поиск эффективных способов противодействия полицейскому насилию в отношении женщин, употребляющих наркотики. Третий год кампании — это год ответственности и контроля. Мы сосредоточим внимание на контроле над выполнением обещаний полицейских и других структур власти противодействовать насилию в отношении женщин, употребляющих наркотики. Евразийская сеть снижения вреда призывает членов сети и партнерские организации присоединиться к кампании «Женщины против насилия». Публикуя отчеты о случаях полицейского насилия над женщинами, употребляющими наркотики, мы собираем неопровержимые доказательства о масштабе этой проблемы и аргументы для диалога с людьми, решения которых помогут снизить уровень полицейского насилия. Ваш голос должен быть услышан. Дополнительная информация на сайте www.harm-reduction.org Дополнительная информация на сайте